здравствуйте меня зовут святослав иванов и я главный редактор и создатель собственно интернет-журнала рыба рыба это достаточно молодой проект в пермской медиа скажем так сфере то есть нам год с лишним там год и два месяца вот мы сейчас немного поменяли свой формат и пытаемся стать не именно интернет-журналом который делал большие художественные там какие-то интервью тексты подборки проекты а именно сейчас мы делаем большую именно новостную повестку то есть мы стали соединять в себе новости с местных всяких сообществ разных небольших там или покрупнее то есть например ну именно культуре пока стараемся то есть как фестиваль белая ночь или там какой-нибудь флэртиана такие лекции там в аптеке барт минского в петровском там в лофте каком-нибудь воздух там мастер-классы вот потому что пока в перми нет такой площадки где в принципе можно было бы разом посмотреть все новости все какие-то мнения так или иначе важно или не всегда важно вот мы сначала мы хотели сделать журнал вообще в печати почему-то зачем-то мы даже сверстали один номер но он был очень плохой очень некачественно сверстанный некачественно сделано именно как ну вот как печатное какое-то изделие потому что но в плане новостей бессмысленно писал толкать какие-то новости в издание которое выходит раз в месяц а в плане журналистских материалов непонятно зачем ну как мне кажется зачем в перми делать какие-то большие материалы если о всемирной там всероссийской даже повестке то есть сми которые печатают ну делают намного лучше чем мы смогли сделать поэтому мы решили остаться в интернете и писать именно вот так какой-то местных тусовках местных лекциях местных ну как у меня в теме заявлены хипстерских всяких вещах вот потом да поэтому решили остаться в интернете высокая мобильность и но в интернете еще и намного дешевле получается издаваться и намного дешевле существовать и аудитория будет гораздо выше чем аудитория всех ну вообще аудитория печати там печать там 10-15 тысяч это максимум просто потолок который именно в журнале можно а сайт это намного больше вот поэтому вот появился в интернете журнал рыба у нас есть большая новостная большой новостной блок и еще есть два блока это блок арт то есть мы туда пишем ну и мы журналисты и всякие гости мы туда пишем рецензии то есть театральное кино книжное музыкальное и есть большой блок колумнистики колонок где ну пермские какие-то персоны медиа персоны художники писатели пишут колонки пишут много раз в неделю свое мнение о происходящем в городе и вообще в россии вот потом а ну очень важно в подобных изданиях это его внешний визуальный облик дизайн ну как нам показалось создавая сайт должен быть абсолютно простым то есть сейчас ну не модно но как бы так в тренде достаточно чтобы было много пустого места именно воздуха в свободного пространства чтобы легче было ориентироваться на сайте чтобы не было нагромождений там разных элементов друг на друга вот и поэтому мы стараемся сейчас как можно как можно сильнее облегчить принципе весь визуальный облик ну пока у нас больше похоже на блок из этого то есть мы до конца не сформировали как должен выглядеть как мы должны принципе выглядеть вот потом а ну мы стараемся сделать очень сильно и много работать социальной ну социальной повесткой с социальной средой вот то есть летом у нас был проект по в перми много есть иллюстраторов разных которых в принципе никто не знает почти они там перцут себе в стол или рисуют коммерческие заказы разные вот и мы решили что эти этих иллюстраторов в принципе можно и нужно показать термикам вот и делать это не в рамках больших фестивалей такой экология пространства или длинной истории потому что там именно уже ну там как правило граффити работы идут и они там уже по другому все а именно иллюстраторов которые иллюстрируют какие-то журналы иллюстрируют книги вот именно молодые и и мы запустили со всякими кофейнями и магазинами проект что вот у них например есть помещение и около него там есть какие-нибудь пустые стены и они туда вешают баннерные всякие плакаты растяжки там на пару месяцев просто с иллюстрациями этих вот людей сначала у нас откликнулся редкап и они там в своей кофейне именно в летнике там была растяжка большая иллюстратора молодого славы триптиха вот потом там были модные люди custom house и в общем так все пошло и но получился у нас первый проект работы с городской средой вот сейчас мы хотим попробовать зимними зимним велосипедом то есть люди все равно и летом и зимой катаются на велосипедах так или иначе то есть есть те кто зимой тоже ездит но при этом велодорожки в принципе все столбики убрали все парковки стоянки тоже убрали и непонятно как почему и что людям тогда таким дальше делать вот и мы сначала попытаемся резонанс поднять в общественности по этому поводу что ну не надо тогда однобоко относиться велосипедистам потому что велосипедистов очень много впервые стало вот и потом попробовать может быть дальше ну через обращение там к власти чтобы ну потому что это их в их компетенции чтобы они разобрались с этим вопросом вот еще сейчас так как мы именно стали делать больше пермской повестки то есть раньше у нас вообще было много помимо вот перми было много новостей о том что там какой-нибудь абрамович купил этому ну арт-пространство в москве гараж там два каких-нибудь новых павильона или там какой-нибудь акции но сейчас мы решили это все убирать и оставлять только перм и поэтому ну читатели идут а в перми новости происходит не то чтобы очень много очень вот именно такие которые интересны были бы нашей достаточно молодой аудитории то есть мы не пишем о том что бабушкам подняли пенсии вот потому что ну у нас другая аудитория вот и поэтому мы будем делать пока еще большие именно онлайн спецпроекты по примеру у нью-йорк таймса был проект snow fell это проект ну интегрированность виды в общем там создается на отдельном домене интернете там название и туда интегрируется какая-нибудь карта текст видео аудио то есть там работают команды программистов журналистов дизайнеров и так далее и создается большая статья но именно человек может скажем так не участвовать то есть он может смотреть тому как удобно менять и вот и мы сейчас создаем штуку называется round 1 то есть человек который в принципе ну он хочет там работает он он не хочет куда-нибудь выезжать но у него нет или не хватает денег или нет времени но вокруг перми там или в отдаленных районах или просто в каких-нибудь деревнях и так далее есть тоже очень много разных интересных мест куда можно в принципе там в субботу в воскресенье съездить и это не будет это место где пикник и там вокруг куча там не знаю бутылок валяется и всего прочего вот и мы сейчас делаем такую штуку что ну там показываем как например можно забраться в какую-нибудь неохраняемую часть порта перми и там походить побродить там нет ни собак ни охраны ничего нет и там в принципе хорошо или там маршрут там от деревни гарри которая сейчас называется париж там через трансто километров по берегу реки как там и что в принципе можно погулять и не делать это впереди и там стоит там 20 рублей электричка в одну сторону и потом туда также обратно вот ну вот вот так давайте ваши вопросы можно я я представляю пермскую детское творческое киноведение макарофильм я хотел бы узнать что вы думаете о медиапространстве в городе перми существует она или нет ну и как-то рассказать немного важно ли его делать и для чего это ну да я уверен что медиапространство перми есть она достаточно активно и ну и большое то есть там ну десяток новостных сайтов порталов потом куча блогеров там 456 даже журналов газет деловой прессы разные там комсомольская правда ну и в общем такие филиалы уже больших и да она есть она существует она была соль еще когда-то вот вообще но в перми есть на филфаке отделение журфака но каждый год выпускает там 20 журналистов которые должны принципе или работать пиарщиками или где-то работать вот и они стараются или там ну поэтому вообще медиа какая-то медиа часть перми есть и они идут или работать к нам сюда или куда-то уезжают но или создаются как мне кажется самое главное что или создают новые какие-то проекты новые сайты новое что-то еще и поэтому с каждым годом я думаю что медиапространство пермской будет увеличиваться увеличиваться тем более событий происходит все равно много-много люди есть и поэтому мне интересно почему именно рыба у нас есть несколько легенд по этому поводу есть как бы ну что как на самом деле получилось легенды что ну в разных сферах словом рыба употребляются разные абсолютно значения например там у журналистов и у дизайнеров рыба это или там именно костяк или текста или вот именно смысловая нагрузка у дизайнеров это принципе тоже там вот сам голос кому концепт вот а на самом деле получилось но рыба мы думали она как-то просто назвать думали думали в первые почему-то очень любят называть и такие же проекты журналы каким-то едой там малина горчица с рыба куляпин александр школа 135 студии династия руководитель а вот выражение за рыбу деньги как рыба часто это использует или потребляет ну нет я как-то что стоит наша работа ну сначала проект создавался как мы его делали на собственном энтузиазме то есть нам захотелось ну там там девочка девушка из журналист из бизнес-класса я и там все один парень вот мы решили создать в принципе какую-то такую проект где где сайт где можно было бы генерировать все новостные повестки малых сообществ вот нам вот и было интересно и мы это стали делать потом увидели что люди заходят люди смотрят аудитория растет и появилась потребность ну увеличивать какое-то содержание а для этого так как мы в принципе не можем делать все сразу одновременно каждый появились журналисты появились дизайнеры программисты какие-то корректоры и так далее а ну так как мы там втроем работали на энтузиазме эти люди остальные они ну и на там кормить семью или себя вот и надо что заплатить поэтому она стала появляться реклама стали но она не такая голимая прям что ты заходишь там висит 35 баннеров мы такого стараемся очень не делать но в принципе там не прямой рекламой разным там бельм советами или прочим но мы во-первых рекламируем то что нравится нам то есть то что мы или там опробовали или в принципе нам это и близко по духу мы с такими работаем а там нам предлагал рекламу когда-то давно одна баня пермская и они сказали давайте мы заплатим вам абонементами в баню мы решили что ну вот в принципе да сейчас у нас появилась коммерческая жилка в проекте вот а сколько сейчас оставляет людей ваш штат вашего вашего журнала у нас вот именно в штате работает там шесть человек но из них вот там два редактора остальное это именно техническое обслуживание и работает очень много вне штатников там человек но много колумнистов там сколько 67 колумнистов потом один человек пишет театральной рецензии один кино литературная музыкальная и ну и два корреспондента то есть много людей на самом деле вот писали ли вы какие-то повестке конкретно на заказ то есть рекламы какой нет на заказ мы не писали никаких повесток мы прикладут если на заказ как реклама у нас идет что большие проекты то есть там есть редкап кофе с собой и с ними там мы делаем ну там мы стажировались у них там у нас журналисты проходил однодневную там стажировку и потом мы все это описывали о том у нас было всякое там инфографики сравнения там по кофе с собой по кофейням но я считаю что это не то чтобы заказная повестка на принципе заказная но такая ну да что вы можете сказать о своей аудитории и как происходит обратная связь с ней но аудитория у нас средний возраст ну два основных средних возраста скажем так потому что там по процентам не на кого получается это с 20 до 24 и потом с 30 до 34 почему-то вот такая вот получился разброс аудитория на октябрь месяц у нас было тридцать четыре тысячи уникальных посетителей в месяц вот ну ты достаточно активная аудитория которая носили в социальных сетях сидит в твиттере фейсбук контакт и обратная связь как правило и достаточно большая часть но самая активная какие-то все равно общие знакомы потому что это пермь вот и обратная связь происходит именно ну или естественно в социальных сетях комментариями разными или лично вот на сайте у нас функции с комментариями включены но они не используются абсолютно то есть не нами не пользователями потому что изначально все как-то распространять информацию о проекте и ну и статьях и обо всем обо всем мы стали через социальные сети темп все моим и прочим и поэтому как так уж повелось что обратная связь идет через как правило через вконтакте сайт можно вот узнать ваш можете ли вы дать совет как в наше время вот сейчас когда бурно развивается журналы телевидение медиа пространство как увеличить аудиторию чем ее заинтересовать ваш совет но увеличить аудиторию качественными текстами качественными статьями ну или ну по идее ведь даже сми в любом его проявлении тоже нужна какая-то реклама но она так или иначе тоже увеличивает аудиторию особенно если ты интернет портал то в интернет пространстве там это все гораздо еще проще делать там всякие таргетированные рекламы вконтакте или там баннеры на других сайтах и с помощью рекламы да можно увеличивать аудиторию а так а ну еще разное партнерство там с фестивалями с какими-то выставками там когда баннеры не вешают баннеры бы например на баннере текстуры скажем так вот так это происходит а ну у нас еще поначалу очень активно аудитория прибавлялась из-за разных интервью то есть мы возьмем у кого-нибудь интервью там оно получилось неплохо этот человек у которого есть своя еще большая аудитория там в твиттере в контакте он себе его добавляет показывая что смотрите я рассказал что вот к нам приходит к это новая аудитория не смотрят читают остальное и там или подписываются не подписываются и дальше уже идет вот вопрос для непосвященных что такое уникальный посетитель но уникальный посетитель это один человек который зашел один раз в день то есть три двина скажем так аналитики этого всего дела есть уникальные посетители из посещения и есть просмотры ну вот я например захожу там на сайт эхо москвы вот один раз в день зашел у меня есть один у них есть там плюс один уникальный посетитель если я зашел один раз ну вот я один и зашел в день два раза на сайт это все равно один уникальный посетители и два посещения а А при этом я еще посмотрел там каждый раз по 5 страниц разных там новостей. То вот, это один уникальный посетитель, два посещения и там 10 просмотров получаются. Понятно? — Сивкова Катя, киностудия «Династия школы 135». Первый вопрос — это как вы планируете дальше развиваться? Сейчас вот у вас есть газета, интернет. И второй вопрос — какую роль именно вы принимаете в этой газете, как бы? Что вы там делаете? Ну, начну со второго вопроса. Я там главный редактор и создатель. То есть я работаю со всеми. Вот. А насчет развития. Ну, вот я говорю, что у нас сейчас мы начинаем выходить еще как-то в городскую среду и работать с городской средой. и делать разные спецпроекты по... Ну, тоже по перми мы их... Ну, не будем там расти на Россию и так далее, потому что, ну, мы не умеем пока. И как бы, ну, непонятно, надо ли это или нет. Ну, это да. Вот. А так, ну, будем дальше развивать аудиторию, там, улучшать качество и текстов, фото, и визуальные части, искать новых колумнистов. Ну, вот, расти. А считаете ли вы себя хозяином газеты, если создали ее? У нас вообще... Ну, нет, на самом-то деле не считаю. Ну, нет, юридически считаю, потому что там все зарегистрировано на меня, да. Но, по идее, нас три человека, и вот, которые именно с основателей. Поэтому, ну, мнение троих, оно важнее, чем мнение одного в этом случае. Можно еще один вопрос? Да, конечно. А вот эта газета, она является хобби или, ну, занятием по жизни, работой и так далее? Ну, сначала она была хобби, когда только появилась. Но потом она стала занимать все больше и больше, 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 больше времени. И стали появляться еще какие-то деньги с нее, и поэтому теперь это, в принципе, работа. Ну, это хобби плюс работа, и поэтому очень хорошо получилось тут, удачно. А чем вы занимались до создания газеты? Ну, я много чем занимался раньше, до создания газеты, там, начиная от того, что я варил кофе, и заканчивая тем, что я писал, там, в московскую арт-хронику, и там, в Пермске всякие разные большие-небольшие издания. То есть до этого какой-то журналистский опыт у меня, в принципе, был. Вот. А, ну я еще учился, там, да. На кого учились? Я учился сначала на... Не закончил, правда, на журналистике, в ПГУ. Потом я учился на философско-социологическом факультете. В ПГУ там есть специальность искусства и гуманитарной науки. Ну, вот. А почему вы не доучились? А, я не доучился, потому что там так получается, что, ну, как мне показалось, что на журфаке учат, как писать. Вот именно, причем, как писать в плане, вот ты пишешь, 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 пишешь. И так получается, что ты, когда выходишь, вот именно, ну, по крайней мере, с нашей кафедры, ты выходишь, и ты умеешь писать, но о чем ты не знаешь. Я решил, что, в принципе, лучше я тогда пойду, ну, там, поучусь, закончу на искусствах. А если я умею писать, то у меня будет большой граунд, я знаю, о чем пишу, и писать умею, поэтому я буду, как бы, о искусстве. Или там, например, кто-нибудь там закончит лучше политологию, он умеет писать. Ну, потому что все люди, которые поступают, так или иначе, или там чуть поучились на журфаке, они пишут. Потому что там всякие вступительные экзамены и прочее. И закончить политологию, и потом там на журфаке два года, потом ушел. А вот какие, я уже представлялся, какие будущие планы и проекты в вашей газете? Что вы хотите осуществить, чтобы еще больше набрать аудиторию, ну, и как-то пропиариться, если так можно сказать? Ну, 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 вот я говорил уже, что работать именно с внешней средой, то есть разные всякие, ну, там, с зимними велодорожками и прочим. Потом находить новых колумнистов, брать новое интервью, ну в общем просто улучшать качество и количество. Ну я пока думаю, что да. Мы думали вот уже недавно там может быть сделать печать, но все-таки решили, что это и дорого, очень дорого и непонятно пока надо ли и вообще зачем. Напоминаем, это было общественное телевидение, проект школы общественного телевидения. У нас в гостях Святослав Иванов, создатель и руководитель портала Рыба. Всем спасибо за интересные вопросы, а вам за интересное выступление. Субтитры создавал DimaTorzok